Всем привет ребята! Вы на канале Токовка ТВ и сегодня мы снимаем видео которое называется капельчи дракона подготовка 9 мая и поехали но для начала ребята я вам хочу сообщить одну новость и попросить вас так скажем проголосовать я придумала два сериала но я думаю какой мне выпустить первый они будут оба но я просто думаю какой вам как бы более интереснее какой вы хотите первее первый вариант это продолжение сериала грангильда и ее тайный поклонник а точнее второй сезон он будет интересный я придумала много всего интересного поэтому обещаю будет интересно и такой же интересный сериал будет про беззубика и дивную фуру и их детишек я тоже придумала очень интересно будут всякие персонажи новые то же самое и в втором сезоне грангильда и ее тайный поклонник ну вы выбирайте если один вы как бы если вы выберете первый то это второй сезон грангильда и ее тайный поклонник если 2 то это сериал про беззубика дневной фуру и их детей поэтому выбирайте и пишите пожалуйста в комментариях мне это очень поможет потому что мне интересно что вы больше хотите смотреть и что уж начинаем беззубик да дневная фури я тут чего-то хотела беззубик вот я включила камеру ребята всем привет и я хочу тебе сказать мы ведь будем праздновать девятое мая ну конечно что такое девятое мая ты не знаешь чего беззубик просто я не совсем понимаю что это за праздник этот праздник посвящен победе в великой отечественной войне и там будет все такой парад все такое но мы как бы не можно этот парад пойти поэтому я придумал тут небольшую программу что мы можем сделать сами парад и ты хочешь чтобы мои подданные как бы я их всех создавал и мы придумали парад да и еще многое интересное все такое то это 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 ну конечно самолетов у нас не будет у нас будет летающие драконы и ну это понятно но я хочу согласовать эту идею с остальными с кем именно с кран гильдой и смерть и смерть охватом викингом можно там еще ну хорошо ладно давай я тогда за ними слетаю а ты постой мы летим что это за такое срочное тело да я тоже не понимаю ребята вы чего скоро 9 мая точнее уже как бы 9 мая а у нас даже как был никто его не празднует ну я вообще этот праздник так скажем не правда как бы не праздновал что ну когда живешь с гриммелем топ как бы праздновать ничего не будешь понятненько ладно хорошо тогда скажите вы хотите упраздновать ну в принципе да так как это наша традиция я сейчас сбегаю кузяки вот понимающие меня людям думаю они поймут меня что я хочу праздновать 9 мая ребята зачем вы нас позвали как бы мы спокойно тихо отдыхали вы нас позвали непонятно зачем ты хочешь праздновать 9 мая ну ладно окей да у нас даже парада нет как мы будем праздновать его без парада и без всего такого понял понял все устроим ты думаешь у нас получится наш маленький коллектив ты думаешь состоит из огромного парада нет но так как мой любимый без зубик альфа на обратно все будет сильно да ну просто я как-то не понимаю получится это у нас или нет не бойся все получится мы сделаем хороший парад и будем праздновать этот праздник ну хорошо раз уж ты ты думаешь что у нас получится то хорошо я не думаю я уверен на стол садитесь а вот и наши люди для так слушайте меня все внимательно скоро будет 9 мая я думаю этот праздник все знают ну да да в принципе да и и и поэтому я бы хотел чтобы мы все устроили парад ты уверена что это правильная идея может мы как-нибудь по-другому это отметим я сказала будет парад хорошо хорошо а чё после парада ты чё не знаешь как это праздник сначала у нас будет парад мы все будем шествовать как ну просто шествует и будем вспоминать наших драконов которые воевали в этой войне понятно потом мы решили что мы именно с беззубиком инконгильды и смиртохватом полетим над всеми как как самолет и все такое так понятно а потом мы с беззубиком скажем королевскую речь про девятый май ну и все будут его праздновать пускать салют этот ну понятно хорошо мы согласны давайте ребята молодцы поддерживаем строй ну вот мне уже нравится мы уже празднуем беззубик не отставай давай летим строим хорошо ну вот ребята вы говорите у нас не получается праздновать все прикольно вот мы отпразднули надо дождаться ночью мы будем все запускать салюты что чё это за шум подождите ребята я знаю что вы любите праздновать так скажем всякие праздники я решил вас подбодрить но проблема в том что к сожалению на 9 мая я не нашел никаких киндер сюрпризов как не пытался поэтому я думаю и это сойдет в виде как бы подарка вы полакомитесь и ну как бы отпразднуйте 9 мая так как к салатики простите вам не еда понимает дневная фурия ну как было радуйтесь этим да и с 9 мая вас всех да а мы с икингом пойдем кушать салатики ну нормально так вообще да ладно давайте зато посмотрим что там нам попадется ну и будем как раз на 9 мая так первым откроем вот этот киндер сюрприз тек тек эх эх немножко помялось ну ладно так давайте его откроем ух ты там должно быть что-то интересное может быть что-то по 9 мая попадется теме нет нам попалась девочка сейчас посмотрим какая девочка кстати я так стойте подождите а у нас эта девочка уже была эта девочка ветеринар так скажем это немножко где от ума я относится так как в армии и во всем таком есть как бы медсестры там всякие но они как бы животных не животных лично люди но все равно вот какая девочка нам попалась посмотрим кто нам там попался так давайте его откроем так посмотрим кто тут нам попадется вот тоже немножко помятая ну ладно конечно и тоже кто-то наверное коллекционный интересно кто нам тут попадется и и и блин не могу купить вау это что-то новое так давайте так сейчас так сейчас я что-то до конца не понимаю кто это но думаю смогу понять все же у меня есть бланк так тут наклейки идут да да это вау большая наклейка так вот наши барми всякие так кто это угу так все понятно если не ошибаюсь то это вот эта вот барми которая я забыла как эта профессия называется но она связана со съемками там фильмов и всего такого давайте сейчас ее соберем так вот какая нам новая барми попалась вот сравните какая вам больше нравится честно мне не нравятся обе но мне кажется что это лучше в плане того что она лучше стоит потому что смотрите ну вот мы уроним а она прикреплена к платформе а вот она видите падает потому что у нее тут есть такая штучка сейчас вам покажу сейчас вот вот видите такая как вот пимпочка и с помощью нее она удобно как бы нормально стоит а здесь у нее ее нету потому что это как еще одновременно на одежде надевается ну не знаю мне кажется это даже немножко получше тем что она может нормально стоять Ребята ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и если вам понравилось это видео то конечно же нажмите еще колокольчик вы же хотите узнать когда будет следующее видео и какое и всем пока 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 аом и